Здравствуйте! В эфире программа «Ваш доктор» – путеводитель в мир официальной медицины. Оперативное вмешательство, реанимация, пребывание в стационаре – звучит невесело. А существует ли способ для быстрого и в то же время эффективного оперативного лечения? Оказывается, да. И помочь в этом может амбулаторная хирургия. Итак, сегодня в программе. Амбулаторная хирургия – показания и возможности современной медицины. Нужно ли проходить наблюдение у врача после проведения операции амбулаторно? На эти и другие вопросы отвечает врач-хирург медицинского центра «Гиппократ». Как приготовить легкий и питательный суп-пюре из кабачков, узнаем из рубрики «Здоровая кухня». Амбулаторная хирургия – оказание хирургической помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Сегодня амбулаторная хирургия получила широкое распространение во многих странах. И у нас в Архангельске операции, проводимые амбулаторно, пользуются все большей популярностью. Амбулаторная хирургия – вид хирургического лечения, при котором пациент поступает в клинику, оперируется и выписывается в тот же самый день. В клинике «Гиппократ» в современной оснащенной операционной проводятся различные виды амбулаторных операций. Первый спектр – это операции по удалению доброкачественных новообразований кожи. Это папилломы, невусы, бородавки, атеромы, фибромы, сухожильные ганглии или гигромы и сухие мозоли. Второй спектр операций – это грыжотечение небольших пупочных грыж и грыж белой линии живота, которая в настоящее время требует госпитализации в стационар для оперативного лечения. Присутствие любых грыж является обязательным показанием к оперативному лечению, поэтому, если у вас есть грыжа, необходимо проконсультироваться со специалистом и оперироваться в ближайшие сроки. Третий спектр – это гнойно-воспалительные процессы, такие как панарицей, фрункул, карбункул и потериальный копчиковый ход в стадии нагноения. В клинике «Гиппократ» любой пациент по предварительной записи может подойти на консультацию к врачу-хирургу. При срочной патологии или наличии небольшого образования операцию, возможно, будет провести в тот же день. При наличии более объемных образований мы записываем ему время в удобный день на последующую явку, и в следующий раз уже пациент будет прооперирован. При существовании любых новообразований на коже не стоит заниматься самолечением дома, нужно обязательно обращаться к специалисту. Амбулаторные операции показаны людям, у которых заболевание протекает без тяжелых сопутствующих болезней. А вот о противопоказаниях к ним мы узнаем прямо сейчас. Продолжает программа рубрика «Скажите, доктор». Темежникова Людмила Андреевна, врач-хирург первой категории медицинского центра «Гиппократ». Стаж работы – 8 лет. Скажите, доктор, а какие противопоказания существуют для амбулаторных операций? Противопоказания к амбулаторным операциям – это острые инфекционно-воспалительные заболевания, это декомпенсация хронических заболеваний и менструальный цикл у женщин. Скажите, доктор, после операции амбулаторная сколько нужно наблюдаться у врача? После проведенных операций наблюдаться у врача нужно обязательно. Кратность визитов определяет уже непосредственно сам врач. Проконсультироваться по вопросам здоровья Вы всегда можете в медицинском центре «Гиппократ» по адресу город Архангельск, проспект Советский космонавтов, 180, телефон 276-393 или задать вопрос на сайте «гиппократ29.ру». Если Вы впервые попробуете этот супчик, ни за что не отгадаете, из чего он приготовлен. Хотя главный ингредиент блюда – обычный кабачок. Польза кабачков была известна еще давным-давно. Этот овощ легко усваивается, содержит малое количество калорий, а также в нем много различных микроэлементов – железа, меди, фосфора, калия, магния и натрия. Высоко содержание витаминов группы С и В. Все для здоровья. Итак, будем готовить. Нам понадобятся кабачки 1 кг, мука 2 столовых ложки, молоко 2 стакана, петрушка и укроп по вкусу, масло 3-4 столовых ложки. Очистите кабачки, нарежьте кубиками и сварите в небольшом количестве подсоленной воды. Отсадите кабачки и протрите через сито. Слегка спассируйте муку с маслом. Пассировку разведите с молоком и отваром кабачков. Прибавьте пюре. Варите суп при слабом кипении 8 минут. Затем посыпьте зеленью и подайте с гренками. Кушайте на здоровье! На сегодня все. Это была программа «Ваш доктор». Напомни, нас можно увидеть в кабельной сети АТК и в интернете на портале правдосевера.ру. Пишите нам на электронный адрес info.sobaka.ps29.ru. С вами была Лена Гончарова. Всем здоровья и удачи! Увидимся на телеканале ПС. Продолжение следует...